Всем привет! Вы попали на канал от TheLeadStyle, здесь мы занимаемся тюнингом фар. Как вы уже поняли из названия, сегодня у нас в студии фары от Mitsubishi Outlander 3. Перед тем как мы начнем, хочу вам признаться, изначально я планировал снимать Lexus E-250, но к сожалению он еще пока не готов и тут появились срочные фары от Outlander. В данном видео я вас особо сильно грузить не буду, разборкой фары и всем прочим, она практически происходит как и на всех других остальных фарах. Начать пожалуй мы начнем с откручивания вот этих шрупов по низу, вот они. После того как мы сняли все, что она мешает, нам нужно либо техническим феном прогреть по корпусу, по контуру фары, стык между корпусом и стеклом либо можно поместить фары в духовку при температуре 120-125 градусов но я сделаю видимость как будто я грел фен фары, стык между корпусом и стеклом ну что ж, как собственно вы уже смогли понять фары разбирается довольно таки легко сейчас хочу обратить ваше внимание на один момент вот посмотрите на вот это пятно сейчас, секунду вот на вот это это след от галогенной ламбы на второй фаре абсолютно такой же не вижу смысла его показывать смысл в том, что он появляется при долгой эксплуатации автомобиля именно фары с ближним светом приблизительно всегда абсолютно тотал в пробке, в жару, в зной когда угодно, днем, ночью всегда автомобиль эксплуатируется буквально с ближним светом в итоге основной отражатель вот этот, а он целиковый здесь вот и ближний, и дальний все это вместе он начинает выгорать и получается вот такая фигня разумеется, это в дальнейшем ухудшает качество света это ухудшает безопасность дорожного движения именно вас, так как вы будете плохо видеть освещенность дороги и все прочее и самое простое, как это лечится это просто поменяется вся фара целиком но стоит учитывать, что это Outlander 3 фары стоят недешево, особенно оригинальные а это оригинальная фара фирмы Mobis так что влетит это все в копеечку разбирать, снимать, перехромировать но так себе на самом деле из заводского качества вы не получите то есть вот как с завода все равно оно не получится и будет стоить довольно-таки дорого мы решили пойти немного по другому пути мы не будем восстанавливать этот отражатель мы установим вот такие светодиодные линзы за рекламу мне не платят так что это линзы No Name в принципе, принципиально не важно название фирмы название самих линз смысл есть в том, что это светодиодные линзы даже если бы этот отражатель был бы идеален вот эти линзы в разы, в разы сильнее и лучше светят чем обычные галогены саму установку этих линз в отражателе я показывать не буду это долго, это муторно я вам покажу, когда уже будет все готово ну а теперь, пожалуй, настал самый интересный момент нашего видео ради которого вы все здесь собрались это ангельские глазки на Outlander 3 я должен сразу вам сознаться это не первый раз, когда Outlander 3 попадает мне в руки точнее фары от него ранее, уже в 2018 году попадали эти фары подобные тогда я разработал данные глазки но никаких фоток на автомобиле я так и не получил ну и в принципе, это нормальная практика и так, а теперь, собственно, по данным глазкам это глазки на обычный Outlander 3, галоген, рефлекторные они состоят из четырех элементов из каждого глазка выходит подвал провода все как обычно, белые минусы, цветные плюсы я уже много раз это показывал в комплекте идут вот такие стабилизаторы но это уже контроллеры так как у них на входе, как вы видите, уже три провода не два, а три раньше было два значит, тут все как обычно черный минус, красный плюс плюс еще дополнительный белый белый это плюс ближнего света то есть дополнительно подключаете их к плюсу ближнего света и получаете режим ДХО то есть при включении ближнего света данные глазки будут выключаться направление питания In-Out у нас теперь вот такие наклеечки потому что как-то несерьезно уже ручками это все писать кориан своим почерком врачебным также у нас есть вот такие небольшие пометки то есть это именно по проводам черный это общая масса минус красный это плюс габарита и белый это плюс к ближнему свету а с другой стороны, если посмотреть то здесь написано, что местами полярность не путать полярность это плюс и минус то есть красный с черным местами не путать ни в коем случае иначе стабилизатор умрет а сейчас собственно я покажу как это все вставится итак, вот перед нами маска от Аутендера третьего уже снятая значит, вот этот глазок встает сюда ничего сложного абсолютно нет дорабатывать ничего не надо он прям встает по внутренней части то есть вот здесь а вот этот встает на дальний свет кстати, его запихивать, вставлять лучше с обратной стороны с задней стороны, чтобы здесь ничего не поцарапать единственное, что сейчас мне для установки потребуется две руки поэтому я за кадром это все накину и уже покажу установленное за кадром я установил глазки на самом деле устанавливаются они крайне легко никаких доработок не надо даже отверстие дополнительных сверлить не нужно глазки в принципе устанавливаются и задней стороны примыкающие плоскости смазываются каким-либо клеющим составом либо герметиком силиконовым, как я люблю делать либо двухкомпонентным эпоксидным клеем собственно, провода выходят вниз из маски дальше соединяются через стабилизатор давайте, наверное, включим, посмотрим значит, вот так это все выглядит все выглядит довольно-таки сдержанно, аккуратно я бы сказал, ничего лишнего и, собственно, давайте сымитируем режим ДХО то есть, вот белый провод, мы на него подадим плюс сымитируем, как будто включился ближний свет при включении ближнего света они будут выключаться абсолютно тухнуть на габаритах снова горит ближний свет, габарит вот такие ангельские глазки сейчас еще установлю на вторую маску мы посмотрим две сразу «Музыка» Как вы уже увидели данный комплект весьма очень хорош Но есть у него одно маленькое но Сейчас я вам покажу какое Вот собственно наше небольшое но Как вы видите в данные фары мы врезали светодиодные линзы Потому что здесь уже были выгоревшие отражатели уставшие Кстати заметьте как классно она вошла На самом деле стоит очень гармоничная Практически как с завода Сам себя не похвалишь никто не похвалит Хочется в день как обосродный Ну ладно В общем вот этот глазок сюда уже не влазит больше Здесь еще по бокам зазоры более менее большие Но снизу настолько он маленький Вот между линзой и маской Что просто данное кольцо уже не влезет Либо влезет и будет мешаться А так как фара у нас с корректором То есть у нее опускается поднимается Ближний Также и линза двигается Так что к сожалению вот это не наш вариант Но может быть и не к сожалению Потому что мы разработали второй вариант Так сказать Outlander 3 версия 2.0 Сейчас я его вам покажу А сейчас перед нами вторая версия данного комплекта Outlander 3 версия 2.0 Значит выглядит она из четырех вот таких вот элементов Один элемент я уже накинул вот сюда на маску Пока просто на вскидку Потом я за кадром это все установлю Второй элемент Сейчас я вам покажу Он устанавливается вот сюда Вот так Пока это выглядит непонятно Но я вас уверяю Позже это все будет выглядеть Весьма логично и интересно Также у нас есть дополнительный вот такой элемент Это дополнительный поворотник Он будет устанавливаться вот сюда В пустое место Здесь на самом деле у Outlander ничего нет У него поворотник вот здесь Поэтому мы еще его достанавливаем Дополнительным поворотником с этой стороны В общем сейчас я это за кадром все установлю И мы посмотрим Итак за кадром я установил данные элементы Вот так они выглядят Значит здесь доработок вообще не потребовалось Только вывести провод Здесь потребовалось сделать отверстие Вот именно сзади вот этого элемента Сейчас я попозже еще покажу Там пришлось проселить отверстие в маску И вывести провода сзади Также для этого элемента потребовалось сделать отверстие Вот здесь насквозь назад И тоже вывести провода Сейчас я поверну Покажу Постараюсь по крайней мере Вот в принципе видите Вон он выходит провод Белый Там пришлось сделать отверстие Сейчас одну секунду Вот как это выглядит с обратной стороны То есть Вот это отверстие было проделано в маске Вот оно вот здесь Провод вывел снизу И вот здесь дополнительное отверстие Это дополнительный поворотник А здесь просто он выходит В этом месте И все, их абсолютно не видно То есть если вот так посмотреть Вот Практически ни единого провода не видно По сути Если вы все сделали правильно У вас должно выглядеть Получиться что-то подобное Сейчас я покажу вторую маску Покажу как это все работает Итак, за кадром я подключу данные элементы Как они должны быть То есть вот этот белым элементом контроллера Вот этот коранжевым Сымитируем включение габаритов Включили габариты Вот у нас загорелись белые элементы Назовем это их И дополнительный поворотник Он горит где-то на 30% Может быть 20% И я точно не уверен Не считал Так вот Он работает в режиме американки Значит Сейчас имитируем Включение Ближнего света Предположим Наступило темное время суток Мы включили ближний свет И у нас данные элементы Выключаются При этом американка Остается гореть То есть выключили И опять загорелись у нас габариты Ближний включили Они выключились Это очень сильно продлит Срок службы К тому же Так типа правильнее При этом у нас есть Дополнительный поворотник Это Который подключается К самому К оригинальному поворотнику При его включении Данный элемент Загорается ярче То есть он загорается На полную силу Камера на самом деле Не очень передает Но Я вам говорю Светит очень ярко При этом даже если Предположим Что габариты Выключены То есть у нас полностью Выключены габариты Дополнительный поворотник Все равно работает Дополнительный поворотник Дополнительный поворотник Дополнительный поворотник Дополнительный поворотник Сейчас единственное остается обратная сборка, но я думаю это не очень зрелищно будет, не очень интересно, поэтому все это в ускоренном режиме, под какую-нибудь музычку, которую я выберу на свой вкус, мы посмотрим и потом уже увидим готовые фары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА